Готовься не летом, а портфель в августе. Истинно знакомая родителям всех школьников. Чтобы накануне 1 сентября не оказаться у разбитого корыта, когда все ранцы в тетради раскуплены, стоит отправиться на школьную ярмарку заранее. В торговом комплексе «Орбита» ярмарка начинает работать уже с начала августа. А значит, самые рассудительные родители могут выбрать из всего многообразия лучшие школьные принадлежности. Сегодня с будущим первоклассником Ефимом мы приехали в торговый комплекс «Орбита». Планируем приобрести все самое необходимое. Это ранец, канцелярский набор, обувь. Ну а начнем, конечно, с самого главного. Выберем качественный костюм. Красивый и недорогой. В большинстве школ требования к форме простые. Одна белая рубашка на торжественные линейки и несколько цветных однотонных на каждый день. В тандеме с трикотажным жилетом они смотрятся вполне достойно. В качестве альтернативы можно рассмотреть так называемую обманку джемпер с воротником от рубашки. Тоже вполне классический вариант. Далее переходим к выбору брюк. И здесь обращаем внимание, чтобы ткань на коленях была укреплена, а стрелки прострочены. Собрав пару комплектов, отправляемся на кассу. Так, обманочка у нас тысяча рублей. Так, две рубашечки по 400-800 рублей. 430 обманочка, жилетка. И 1200 брючки с вас, 3430 рублей. Пожалуйста. Ну вот теперь мы полностью экипированы комплектом одежды и готовы идти за обувью. Правда, Ефим? Да. При выборе обуви, уличной, сменной или спортивной, первым делом тестируем подошву. Ортопеды рекомендуют выбирать в меру мягкую и хорошо сгибаемую подошву. Лучше, если туфли будут на небольшом широком каблуке высотой не более двух сантиметров. Далее проверяем ровность швов, а также наличие клея. Его быть не должно. Важный момент. Не стоит брать обувь на вырост. Даже взрослым людям свободной обуви некомфортно. А ребенок может еще и получить травму. Подобрав для Ефима качественную модель, снова идем на кассу. 790. Теперь самое время прикупить концтовары. Хорошо, что в ТК «Орбита» все находится в одном месте. Поэтому приобрести все необходимое в школе можно легко и без потери времени на транспорт. А вот и список необходимой канцелярии. Две пачки фломастеров, две упаковки цветных и простых карандашей, краски, мелки, кисточки, учебники, дневник, три блокнота, 20 обложек для книг и тетради. Ну и далее по списку. Надеемся, что этого набора хватит на весь учебный год. Ефим, ну а теперь нужно нам с тобой выбрать ранец, куда можно сложить всю эту канцелярию. Пойдем? Да. Такой тебе нравится? Да, урывается. Можно мы его померим, да? Да, конечно. Ранец ученика младших классов обязательно должен быть на жестком каркасе. Он обеспечит поддержку позвоночника, распределит нагрузку максимально равномерно и не даст тетрадкам помяться. Обращаем внимание и на материал. Лучше, если он синтетический и плотный. Такому не страшны ни снег, ни дождь. Очистить их от неизбежных пятен гораздо проще. Весить ранец со всем содержимым, кстати, по нормам Сандпина, должен не больше 10% от веса самого школьника. Не упираться в затылок и не давить на поясницу. Этот ранец с ярким футбольным принтом отвечает всем этим критериям. Берем однозначно, плюсуем к канцелярскому набору. Сумма вашей покупки 4027 рублей 90 копеек. Удобно, когда все покупки можно сделать в одном месте и без длинных очередей. Общая сумма покупок, кстати, получилась 8250 рублей. Мы подобрали средний оптимальный вариант, чтобы все детали покупки соответствовали российским нормам и ГОСТам. Хотя родители с большими запросами могут выбрать и более дорогостоящие модели. Благо в ТК «Орбита» есть товары для семей с разным бюджетом. Причем товары к школе можно заказать и на сайте торгового комплекса «Орбита» – orbita74.ru. Ну а главный совет – подбирайте принадлежности так, чтобы ребенку они были в радость. Тогда и он будет радовать вас хорошими отметками. Евгения Малышко, Евгений Чекалов, ОТВ. Евгения Малышко, Евгений Чекалов, ОТВ.